Мы потихоньку подошли к вопросу культуры, нашей культуры. Вот здесь сидят Генди Гмеканба, Демпира Дзябшба, народный артист, искусственный артист. Люди, которые прошли, показали миру, что такие образцы, какая культура, песни, танцы. Вот это все у нас сегодня получается по этому разрознению. Если вы придете к власти, вы сможете сделать так, чтобы наш храм-театр, который сегодня, он разбежался. Там идет конфликт за конфликтом, конфликт за конфликтом, того не хотят, того не хотят, того не хотят. Он всегда был один, а люди, ансамбли наши. Создали шоу-группы, шоу-группы, которые, как вам сказать, они опять разобщили все коллективы. Как вы можете помочь? У нас есть какие-то суждения на эту тему, есть какие-то намерения и планы. Я очень хорошо знаю противоречия, которые раздирают наш Абхазский драматический театр. Я знаю противоречия, которые пагубно влияют на нашу культуру. Но я хочу привнести вам еще и показать примеры. Примеры, где вот один человек смог нести большие изменения. Это мой коллега со связи, он помладше меня, высоко образованный дипломат, который также обладает таким же рангом чрезвычайно полномочного посла. По образованию он, кстати, политолог, ученый-политолог. Но тем не менее он выбрал свою вот такую деятельность, как служение театра. Он был назначен директором русского драматического театра имени Искандер. И вы посмотрите, каких он успехов добился за кратчайшее время. Те, кто люди интересуются театром, они знают, о чем я говорю. И тот, кто услышит об этом, да, он знает, о чем я говорю. И этот человек сумел сплотить коллектив и добиться высочайших результатов. За что я ему всегда благодарен. И мои друзья говорят, мы ему завидуем белой завистью, что вот такой парень вот так это сумел все это сделать. То есть это можно сделать. А у всех этих родов компаний. А у всех этих родов открытые генеологи из-за конца ГРК. Хорошо всем известны те противоречия, которые существуют сегодня в культурной среде, в мире искусства в Абхазии. Вообще это какая-то напасть, которая обрушилась на нас. Многие профессиональные сообщества разделены. Многие категории наших граждан разделены. Видимо это какие-то метастазы вот этой общей тенденции. Разделение, недопонимание, противоречие, противостояние и так далее. Ну, я не очень хорошо разбираюсь в причинах этих противоречий, о которых вы сказали, например, в театральной среде. Как и любой гражданин Абхазии, я знаю, что существует конфликт. Не хочу сознательно сейчас в это углубляться. Но думаю, что в том числе и здесь, вот в этой конкретной области, имеет место как причина. Такой вопрос, вопрос качества администрирования. Вот то, о чем говорил Олег Дуриевич. Эффективное администрирование. Ну, вы, наверное, догадались, все в Абхазии знают, что он говорил об Иракле и Хинбе. Он был в эффективном, достаточно серьезном, успешном менеджере, но при этом это человек, который страстно любит театр. Это его жизнь. Он нашел себя и в дипломатии, и в государственной службе. Однако, вот дело, которому он решил посвятить себя, это то, что он любит больше всего. Мне кажется, надо просто очень любить свою профессию, нужно любить свое пространство, профессиональное, человеческое, которое вокруг тебя находится. И тогда будет меньше конфликтов и меньше вот этого недопонимания. Что же касается нашей культуры, нашего искусства. Я, как человек, который занимается не только экономическими вопросами на внешнем контуре, не только продвижением наших товаров. Но здесь вот наша милая девушка зачитала мою биографию. Я являюсь председателем обещательского совета Международного культурно-делового центра Республики Абхазия. Это государственная структура, которая работает за рубежом и продвигает нашу культуру, наши ценности, наш образ жизни за пределами Абхазии. Мы делали попытки организовать такие серьезные мероприятия и в Москве, и в других городах Российской Федерации. И даже в других странах, и даже на других континентах. Я хочу вам сказать о своих впечатлениях, как человек, который видел этот живой интерес к Абхазской культуре, к Абхазской песне, к Абхазской музыке, к Абхазскому танцу. Это очень, как вам сказать, захватывает, когда ты видишь массы людей, которые выросли и находятся в другом культурном пространстве, в другом культурном измерении. Но они сразу этот универсальный язык начинают воспринимать. А объяснение этому одно. Наша культура поистине многогранна, она самобытна. Мы никаким образом не должны допускать даже мысли, что мы можем отказаться или от чего-то, от части какой-то отказаться, сократить вот это большое пространство нашего искусства. Мы наоборот должны сделать так, чтобы оно не съеживалось, а наоборот расширялось. А у нас на самом деле уникальный срез, уникальные люди, которые представляют наше искусство за рубежом. Те, кто здесь трудятся, те, кто здесь великолепно известны. Но я не говорю уже о наших таких великолепных примерах проявления нашего таланта, как там Хибла Герзмава, Алиса Гитцба, наши замечательные молодые талантливые певицы и певцы, которые востребованы сейчас по советскому пространству и за рубежом. Я понимаю, что государство поддерживает в силу своих возможностей. Я думаю, этого крайне недостаточно. Знаю проблемы некоторых коллективов самобытных, которые могли бы популяризировать нашу культуру, в том числе этническую, далеко за пределами Абхазии. Любое правительство вообще, любой состав, кто бы не победил на этих выборах, должен уделять внимание искусству, культуре. Без этого нет нации, нет государства. И мы точно будем это держать во главе угла.